Белорусские военные сегодня показали лучший результат в первом заезде танкового биатлона. Лосу препятствий Московской области наш расчет преодолел с максимальной скоростью. Поражены все мишени. Занято первое место. На этих армейских играх белорусские расчеты принимают участие на технике отечественного производства. Всего же на полигонах России и Казахстана поборются за звание сильнейших в ратном деле более трех тысяч военнослужащих из 20 стран. Неофициальная военная олимпиада, так называют эти состязания в профессиональных кругах, продлится до 13 августа. А команду победительностью ждет Кубок армейских международных игр. Белорусс! 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 Это те конкурсы, в которых у нас есть в вооруженных силах вооружения. Есть специалисты, по которым мы можем выступать по большому счету. Это максимальное количество состязаний, присуще нашим вооруженным силам. У нас нет военно-морского флота, у нас небольшие военно-воздушные силы. Поэтому все, что где мы можем, мы принимаем участие. Обувь для военных делают и на крупнейшем белорусском предприятии «Марка». На неделе «Бренд» отметил юбилей. За 25 лет изготовлено более 25 миллионов пар обуви. За это время пройден длинный путь от небольшой компании до флагмана легкой промышленности страны. Теперь холдинг ежегодно выпускает более 4 миллионов пар. Половина экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Здесь же для белорусской олимпийской сборной сделали эксклюзивные модели. Анастасия Винчо о том, что глаза обманут, улыбка солжет, но туфли всегда скажут правду. Это личное и это бизнес. Вопреки стереотипам во внимании белорусских предпринимателей, сегодня не только строгие расчеты и точные цифры. Бизнес сегодня заинтересован в социальном развитии страны. Лидеры экономики оказывают финансовую поддержку тем, кто в этом нуждается, и дают возможность реализовать себя. Изменить чью-то жизнь может и пара тупель. Великоличанский детский дом. Его воспитанники – социальные сироты. Всего 110 ребят. И каждый, абсолютно каждый из них мечтает сказать... Меня заберет мама Ксения. Когда Ваня только сюда попал, его прозвали мальчик-спальчик. Малышу тогда было всего два года. Сейчас уже четыре. В окружении друзей и мам-воспитателей Ваня чувствует себя дома. И такой домашний уют создавался не без спонсорской помощи. Наши дети практически получают по две пары добротной обуви в год. Это, конечно, большая помощь. И выпускников устраивает на фирму Марка. Рабочее место ждет и Диму. Парень станет за станок уже в этом году. К слову, помимо трудоустройства, каждый выпускник получает по 5 миллионов нединоминированных рублей. Этот стартовый капитал – подарок от обувного холдинга. Уже в сентябре пойду учиться, чтобы готовиться к работе, чтобы уже отучиться хорошо, чтобы прийти, чтобы все уметь делать. Холдинг дарит возможность и самореализоваться. На предприятии работают порядка 180 людей с ограниченными возможностями. Инна, например, за швейной машиной уже 11 лет. Девушка создает сумки. Я над вам много новых друзей. Я очень рада, что работаю на это припия. Желание работать напрямую связано с производительностью. Ежегодно холдинг выпускает 4 миллиона пар обуви. И, кстати, сегодня, несмотря на градус в плюс 25, здесь делают зимние сапоги. Тренд сезона первыми узнают в швейном цеху. Подружкам советуем, что купить в магазине, что новое появляется, что интересное. Конечно, все знаем. Работает с нами прекрасно, хорошо. После заготовки идут дальше по конвейеру. Здесь уже работает семейный подряд. Что такое обувное производство, Юрий знает с детства. Мама мастера проверяла туфли на соответствие техническим стандартам. Теперь уже он сам за этими стандартами следит. Мне настолько обувь нравится, что я конкретно своим детям, как всегда, то есть у меня аккуратное соотношение к обуви, потому что я знаю, процесс производства очень сложный. И такое воспитание принесло свои плоды. Сын Олег на предприятии полгода. Этот парень, кажется, со скоростью света может запаковать товар. И такие трудовые династии говорят о том, что здесь работать хотят. Ни для кого не секрет, что после это желание конвертируется в чистую прибыль для предприятия. А она, в свою очередь, дает возможность решать социальные проблемы. Менеджмент предприятий созрел к тому, что социально-государственное партнерство, оно дает свои результаты. И благодаря тому, что они понимают, что если они имеют доходы, то эти доходы, в том числе, они обязаны тому, на какой территории, в какой стране они живут. Иными словами, бизнес в Беларуси готов не только обеспечивать себя как такового, но и помогать нуждающимся. И это знак устойчивого развития, причем как отдельно взятого предприятия, так и всей страны в целом. А на неделе соотнесли деловое и личное. Анастасия Винчо, Дмитрий Травин, Владимир Слиш и Сергей Васюкевич.